КОНЕЦ 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 Мы ждем окончательную версию этого TUI Потому что он, как я уже говорил, в альфа-версии И... давайте приступать Ну, надо честно сказать, что я слышал разные варианты использования слова TUI, TAI, TI В общем, я буду говорить ТУИ, мне так проще, а вы как хотите, так и называйте Итак, давайте подводим папку пункт назовем давайте так и назовем и теоретически терять там не нечего твой ну допустим дэма вот и в эту папку я буду складывать два проекта давайте я прямо сейчас запущу visual studio далее я выберу создать новый проект давайте выберу шамблон который с идентики сервером вместе внутри и давайте тогда не дэна пола дождите у нас тут должен быть youtube и здесь я давайте открою папку чтобы не тратить ваше время той дыма кей select folder эту папку сохраню пусть называется идентики пусть называется так пока мне собственно говоря не важно как он называется то есть другими словами друзья вы сможете создать сколько угодно сервисов и в общем-то объединить их старт в одном файле в общем мне кажется что microsoft поступил очень интересно так здесь у меня пока не работает давайте поставим по умолчанию что это загрузочный проект в общем-то мне нужно его запустить проверить что он действительно работает запускается запустился это у меня с идентики сервером здесь у меня есть пользователь какой-то напоминаю что все эти логины пароля можно посмотреть в шаблоне давайте посмотрим какие пользователи есть права на сервисе 10000 1 и в общем-то где-то тут вот и он у нас администратор менеджер ну вот такой вот крутой чел давайте создадим еще один проект который будет уже просто шаблон теоретически могу их собрать сколько угодно так у меня ссылка сохранилась модуль 1 не важно как они называются пусть это будет аос сервисы и допустим person сервис или там вархау сервис не знаю не важно как он называется в общем-то у нас цель другая так здесь шаблон стоит правильно установлен на стартовый сейчас он установит все зависимости я могу уже загрузить и смотрите мне сейчас уже запущен identity сервер и теперь я нажимаю так мне теперь 2 стартанул проект который над вид на 20000 первом адресе я теперь нажимаю логин обратите внимание что он пойдет логиниться на тот identity сервер нажимаю ok логин сработал смотрим роли так троит и как видите тоже работает собственно грамм два сервиса мне сейчас два приложения запущенных вот один вот второй и в общем-то они между между собой работают связки один обращается к другому что получить токен и получить собственные роли на другом сервисе все красиво все мне кажется удобно но стартовать каждый раз два проекта то один то другой это будет не очень корректно не очень эффектно тратится много времени это хорошо если их два если их больше вам придется тратить больше времени запускать там 7 проектов 20 проектов не знаю сколько вас микро сервисов в общем это как бы ну хорошо но не совсем то что в общем то я хотел получить в итоге давайте откроем папку где у нас лежат два проекта так здесь у нас в общем то здесь ничего не нужно так давайте сделаем таким образом я сейчас здесь отсюда вас запущу windows терминал чтобы вы видели как происходит и теоретически единственно что мне нужно сделать это выполнить установку да я так вот сделаю dot net play dot net install вот смотрите на сайте кстати ссылки в описании на сайте самого это ту и есть как его установить прям ну я стать командуют скопировал и в описании но все нужно смотреть в этом самом ту и потому что возможно со времени все изменится надо обратить внимание что стоит альфа версия и теоретически нужно установить его в global stock так называемый это кто производитель лет какая версия microsoft у и в общем удобная штука я эту команду выполнил она мне не выполнится нужно скажет что уже установлено ну или апдейт скажет ну и теоретически можно здесь вместо in update написать install и будет ну говорит уже установлено понимаете да то есть когда вы установите можно обновлять его таким образом а использовать вот таким и так у меня сейчас я нахожусь в папке как раз твой вот то есть она мне есть уже здесь и здесь у меня находятся два проекта единственное что мне нужно сделать мне нужно написать вот этот самый туй и нет ну это команда которую у него есть их несколько и одна из них и нет это не цилизация у меня в этой папке появится давайте еще раз покажу теперь появился туй я мол если я напишу код . туй я вам то мы видим что внутри этого штуки в этой штуке через комментарии написано подсказки как это использовать так давайте а лишние сразу по убираю на мой взгляд это просто описание кстати ссылка появится сразу как его где юзать давайте его так сделаю и нейм ну на самом деле нейм давайте я сделаю так это название моего приложения которое буду запускать на например микро сервис из а пусть будет микро сервисов на самом деле сервис с ладно неважно регистры это на самом деле указание имени пользователя на в контейнере да то есть на докер хаб но у меня там никола бонга на самом деле но теоретически мне он здесь не нужен поэтому я его здесь не буду использовать ну и в общем то дальше мне нужно указать сервисы которые я буду использовать все очень просто здесь идет название сервиса а дальше как видите project name и первый сервис смотрите если у вас будет один проект в solution да и там будет немножко много сервисов то туй теоретически самых найдет и подставит все значения но так как у меня вообще не в разных папках в разном месте я могу запускать этот с разных сервисов с разных папок не с одного прям solution а где много сервисов а вообще разрозненные там других папок теоретически да ну и первый давайте назову аос какой-нибудь там сервис ну пусть будет так дальше мне нужно указать project name и здесь уже мне на помощь придет смотрите мне нужно указать project name относительно вот это вот ритма релэйти фай относительно моего туи то есть где он находится теоретически я сейчас пойду вот так вот где мы project вот я пойду вот сюда я зайду вот сюда и мне нужен вот этот веб и у 10 этот файл я его скопирую специальным образом копия спас и просто вставлю project name вот сюда и теперь мне нужно но если он относительный я могу указать так туй туй демо вот так то есть у меня уже той туй демо этот уже есть два проекта я сделал таким образом ну и собственно говоря мне нужно наверное создать второй проект ну то есть второй файл давайте пока вот так поставлю чтобы то изменить а кавычки нужно убрать друзья это было скопировано а в реальном названии это не нужно и здесь это же это удалю сделаю таким же образом поднимусь наверх мне нужен здесь вот так вот второй проект здесь меня должно быть тоже веб и копировать как путь и сюда также вставлю ну во первых нужно поменять название ну пусть это будет какой-нибудь first какой-нибудь я не знаю сервис и опять же нужно удалить кавычки и сделать его относительно папка этого файла это будет вот так ну и нажать кнопку сохранить а далее друзья очень все просто я нажимаю туры и написал и нажимаю ран туй очень мощная штука на мой взгляд она еще конечно очень сырая на самом деле достаточно давно если же быть до конца честным но она движется вперед и она уже работает исключительно удобно во всяком случае для локальной разработки ну я немножко скажу чуть позже что она еще может смотреть она сейчас нашла эти проекты она запустила дашборд он нам будет потом доступен хотя можно ссылку сейчас нажать и вы уже видите что у меня эти ос сервис и все сервис появились здесь так так что-то у нас поломалась давайте посмотрим троих до что-то не сработало это на самом деле нормально и здесь конечно написано сейчас мы найдем что здесь не работает так наверное они работают потому что я открыл у меня сейчас уже приложение стартанутый ну то есть запущенный я и хочу остановить поэтому ты не смог это сделать не забывайте про это и теперь говорю снова запустить туй как бы это пошло и группа не звучало вот смотрите он не просто сбил дел то есть собрал все проекты он запустил микросервисы на таком-то в общем тут все написано более того если здесь нажму обновить у меня здесь эти проекты есть я могу посмотреть логи с этих проектов причем я могу следовать за ними могу очистить лог могу посмотреть что за сервис как вы видите реплика да это такой ну для кубернетиса такие вот вспоминайте да есть кубернетиса такие возможности то есть есть такие термины да то есть вот это запущено отлично все работает я могу не просто запустить а понятно что здесь он подставил свой порт и здесь должен дописать свагер но тем не менее и пей работает и вот он доступ просто другой порт и смотрите если я сейчас открою все сервис который раньше мог логиниться то здесь также напишу свагер он естественно запустен но я не смогу авторизоваться потому что у меня здесь указан порт где искать настоящий identity сервер и соответственно здесь его сейчас не найдет ну давайте эту штуку исправим на самом деле это тоже делается очень просто вот смотрите мы здесь байдинг я могу сказать что мне нужен порт но для ос сервиса это мне здесь тысяч один а давайте скопируем для второго сервиса это у меня двадцать тысяч один сейчас у меня сервисы запущены я нажимаю стоп ну control c как обычно они смотрите выгружается из памяти останавливается и тогда все готово я нажимаю я запускаю тайран еще раз тут а и господи уже устал правильно назвать блин это не выключил микрофона ладно неважно вот у меня не запущены я снова нажимаю вход сюда смотрите у меня уже бане привязался к конкретным и я сейчас сразу открою 2 свой проект который понятно свагер я кстати к сожалению не нашел как можно подставить старт page ну видимо он немножко для другого может быть и сделают ну в общем смотрите я нажимаю execute и я говорю not authorize почему ну да мне нужно авторизоваться это было глупо да я нажимаю автораясь я уже сходил на тот сервис ходил на identity сервер получил свой нужный этот токен и теперь нажимаю execute и смотрите у меня сейчас сервисы между собой работают более того это еще далеко не предел на самом деле есть еще и другие варианты использования тату давайте его остановим итак смотрите если вы захотите использовать этот самый ту или той наверно той будет правильнее все таки судя по количеству букв где-то внутри проекта ну например так не нужен модуль да вот я из него хожу так давайте свернем все вот так вот то есть смотрите на самом деле у меня здесь есть два места где я читаю настройки как раз того самого сервиса куда я буду ходить авторизоваться вот где-то здесь вот было вот одно место и второе это настройка идентики где куда будет посылаться запросы на авторизацию где-то вот второе место то есть теоретически я могу сделать таким образом что у меня будет настройка браться из той да то есть ту и тай господи как же называется то правильно напишите в комментарии как говорите вы вот то есть теоретически мне нужно установить дополнительный пакет который собственно говоря прочитает конфигурацию из того самого той вот он ту и наверно той господи опять ладно неважно простите конечно будь всегда стараюсь говорить правильно а когда не знаю как произносится так пусть будет той ну той наверно слова усталый да ладно неважно то есть я теперь смогу сходить вот я могу отключить эту штуку и сказать что у меня url теперь будет равен configuration get сервис ураль и соответственно мне здесь нужно единственное что указать как раз название сервиса как как он конфигурирован непосредственно в файле настроек файл настроек у меня он говорит аус сервис я упрям скопирую чтобы было побыстрее и вставляю сюда и второй вариант мне нужно также подменить вот здесь я вот эту закомментирую а вот здесь вот ставлю то есть смотрите вот этот тай сервис вот этот get сервис ураль он берет из той сервис то есть если вы будете запускать его из подвижил студии здесь у вас будет нул и это как бы нормально да то есть вы можете конфигурировать если локальный запуск один если не локальный другой сконфигурировать сервис с названием одинаково то есть варианты на самом деле есть я покажу что он найдет его и подставит и для этого я не буду запускать студии я вы здесь скажу что мне теперь сервис 111 наверное вот так вот нажму сохранить где-то тут у меня есть старт сервис стартанул запускаю в дашборд открывая смотрите во первых у меня перри как он перри бандил сайта перри перри привязался айди порта на другой номер я открываю здесь swagger ничего страшного так и должно быть свагер индекс смотрите у меня уже здесь он поставился я сейчас нажму окей ну авторайз видимо что-то я где-то не подставил видимо еще где-то нужно это здесь лишние с этот очень странные 2 2 этих мне нужно сделать видимо давайте посмотрим так ли это использую вот урай да вы здесь урай и вы здесь вот ну в общем то давайте сделаем тогда еще вот так я просто для проверить я сейчас как бы уже ну хочу чтобы все заработало ну понятное дело что вы сделаете настройки правильно вам же не нужно спешить и так у меня останавливаться этот тай тай ту пусть будет так так запускает айс новым открываю консоль ой смысле дашборд в эти же мимо в 5 до порт остался здесь нажимаем здесь у нас свагер нажимаем вход да теперь одна палочка да интересно только в одном месте поменял или во всех да все заработало то есть собственно говоря то и к чему я стремился получилось у меня через этот тай управление идет полностью да то есть есть куча всяких возможностей у этого тая и те плюс которые он дает они несоизмеримы давайте посмотрим что у него еще есть но давайте для начала вам покажу другой вариант сейчас я скопирую некоторую информацию из моего так сказать из личного то и увидите что это просто бомба и так вы можете видеть что я добавил еще несколько сервисов и я думаю что для вас то не будет сюрпризом потому что я подключил mongodb elasticsearch rabbitmq и вот сейчас я нажму сохранить запущу что это дает на самом деле для микросервисной системы как понимаете в одном месте установить все связи между сервисами в одном файле в одном ямал файле который собственно говоря забегая вперед могу сказать что он это может деплоит все и в кубернете с и за использовать докер ну в общем то очень мощная система на самом деле она мне кажется имеет какое-то определенное будущее она на самом деле светлое вот видите что у меня собирается все сервисы в кучу давайте запущу опять же этот дашборд вот у меня запустился rabbit я нажимаю в общем то никаких проблем вот у меня mongodb ну понятно что здесь уже сама mongodb нужно еще поставить его тем не менее смотрите у меня есть elasticsearch я уже могу писать да ну здесь юая нету ну тем не менее смотрите сервисы стартанули и они могут работать более того надо сказать что разработчики если говорить про непосредственно документацию здесь есть определенные рецепты да то как можно использовать например ингресс если захочу использовать мне нужно написать такую конфигурацию или например опять же сек все очень просто но секс если вы помните наверняка читается как сик именно как поиск переводе там игра слов да то есть есть я теперь добавлю вот такой вот extension то есть разработчики выходит на уровне extension да то есть это как бы уже не конкретный сервис хотя можно как сервис запустить extension и теоретически если я сейчас вы здесь подставлю этот extension нажму сохранить нажму стоп опять же смотрите control c нажал все сервисы останавливаются ну просто бомба более того давайте сейчас сразу покажу а потом она становится вот смотрите вот этих вариантов расширения много и они как бы не стоят на месте более того есть уже для гидка есть для гид хав экшенов есть для эжу и вот кстати есть и дактор если вы знаете что это такое не тот даппер а именно дапр который distributed application протокол получат как-то так он расшифровывается суть сводится к тому что это удобная штука она уже работает и как минимум она работает локально она позволяет максимально упростить запуск сервисов более того если давайте так вот сейчас посмотрим так я восстановил давайте сейчас еще покажу снова запуск ой что-то неправильно сделал ну так тоже бывает как говорила одна моя знакомая до extension и давайте их положим в правильное место они должны быть до не внутри сервисов и это как бы затупил сорян вот то есть надо сказать что мне кажется это очень удобно самое сложное для разработчиков особенно на локально поднять всю эту штуку чтобы она взлетела где-то что-то протестировать а так одним тестом ну в смысле одной командой запустить весь проект до понятное дело что это каких требует накладок по ресурсам но тем не менее среди у меня появился сик я открываю тогда он все работает из коробки логирование теперь возможно сделать сик если интересно могу сделать видео пишите в комментариях ну что еще могу сказать я уже говорил что есть такое понятие как рэп реплика и она уже каким-то образом коллерирует непосредственно с кубернете сам то есть сам вот этот вот той пусть будет той в конце концов на самом деле достаточно можно мощная штука и он призван упростить разработку и в частности сборку сервисов в кучу более того он может это еще и поднимать не просто вот так вот локально до через свой дашборд ну дашборд как бы не зависимости от того поднимается давайте так вот напишу тай ран смотрите есть некоторое количество опций собственно говоря у этого той и нет мы использовали ран мы использовали build это все то же самое только она собирает еще контейнеры для приложения push это отправка аппликейшенов контейнеры на сайт гид хаба на сайт докер хаба то есть ваши контейнеры собраны отправятся в гид ой прошу прощения в докер хаб то есть это где могут храниться ваши имиджи и собственно играть диплой эта штука возьмет ваши имиджи из ваших докер хаба и запустит их в кубернете все это настраивается это уже работает может быть сейчас пока еще не такое большое количество настроек поддерживается но тем не менее это работает и андип лой одна команда она удаляет все ваше приложение то есть останавливает удаляет поды освобождает ресурс останавливает сервисы в общем эта штука мощная ребята посмотрите это это вот реально группа бомба я достаточно давно видел ее первое упоминание напилась давно по моему еще в двадцать в девятнадцатом году на одной из конференций м с билт и пом показывали и на тот момент она уже произвела впечатление я попробовал мне были некоторые проблемы потому что нужно было много чего не важно прошло время она немножко подросла я недавно попробовал и снова но это бомба это вот для разработки микросервисов я думаю что это просто взрыв мозга все стало много проще и в общем-то ребята как бы как вы видите в описании там просят добавить дополнительные штуки там подключение реббита ну тем не менее уже можно догадаться как подключить рыбит все замолкаю вам спасибо хорошего вам кодирования пишите правильный код и до новых встреч